Добрый вечер, дорогие друзья! Смысл жизни человека – это изучение окружающего мира, самого себя, бесконечное познание, бесконечный поиск ответов на вновь и вновь рождающиеся вопросы. Наука не стоит на месте, тонкое познание мира тоже движется вперед. И в нашем столетии наступает очень интересный период, когда наука и магия сливаются воедино. Это не мое сугубо личное мнение. Об этом говорят выдающиеся квантовые физики, медики, психологи современной действительности. И сегодня мы с вами продолжаем изучать основы тонкого постижения мира, ясновидения. Под этим термином мы понимаем яснослышание, ясночувствование. И, конечно же, продолжаем изучать тонкий план и методы безопасного с ним общения. Сегодня я тут подслушала в кулуарах, речь пойдет о астральных сущностях, да? Как не столкнуться с астральными паразитами, с демонами, лярвами? А если столкнулся, что делать? Ну, не в обморок же падать каждый раз, да? Ну, нет, конечно, нет. Я советую не увлекаться астралом и астральными сущностями, и без этого у нас, поверьте, очень много всего интересного, и лучше туда не входить. Но если уж случилось так, что вы все-таки вошли в это состояние, или они пришли к вам, во-первых, они просто так не приходят. Что привлекает таких сущностей? Во-первых, нужно обязательно держать в чистоте свой дом. Обязательно. То есть выкинуть лишние вещи. Особенно если вы переезжаете в какую-то квартиру, и непонятно, кто там жил, то лучше никаких вещей от прежних хозяев не оставлять. Очень любят такие сущности, когда много углов в квартире. То есть если квартира заставлена мебелью, которая имеет такие вот прямые углы, это тоже, ну, знаете, как даем лишнее убежище вот таким вот сущностям. Даже если это не мебель, а какие-то просто предметы маленькие, имеющие прямые углы, это тоже лишнее, ну, как бы прибежище, убежище, вот что-то такое, да? Обязательно. Если уж у вас, ну, такая тяга коллекционировать какие-то предметы или еще что-то, обязательно переставляйте их местами, обязательно стирайте с них пыль, обязательно подержите их в руках, напитайте своей энергией, а не чужой. Потому что в пустоту, как известно, обязательно кто-то что-то вселится, пустота не бывает долго. Но если же все-таки случилось, что так произошло, или дома есть пьющий человек, или человек, который страдает иной, другой зависимостью, то необходимо пространство дома обязательно очищать. Я вам сегодня принесла вот такую траву. Галина, извините, а почему именно пьющий человек? Ну, я понимаю, или наркоман, да? Потому что пьющий человек – это лярвы. Причем интересно, знаете, очень часто вот этот человек, который не может контролировать, не знает свою норму выпивки, да, он когда допивается до определенного состояния, он начинает разговаривать на непонятном языке. Это вот, знаете, такие вот шутки вот этих лярв, такие вот ирония такая, юмор, понимаете? Поэтому обязательно нужно этому человеку сказать, что ты делал то-то и то-то, он, конечно, вам не поверит. Снять на телефон. И показать, да, обязательно. То есть это не потому, что вот вы его в чем-то упрекаете, а просто посмотри, что делается, когда ты свое сознание отдаешь другому в этот момент, другой сущности. И сущность, завладев им, начинает вот такие вещи вытворять. То есть человек может быть и не агрессивный, он просто сидит и вот так вот болтает непонятно что. Зрелище очень страшное и неприятное. Я думаю, многие такое видели. Такой человек представляет собой опасность для всего дома. Да, конечно. То есть он носительный. Опасность, да. То есть здесь опасность в чем? Мы не знаем, что он выкинет в следующий момент, понимаете? А можно ли, Галина, очищать дом с помощью святой воды? Святой воды можно, только, знаете, есть мнение у церковных служителей, что нельзя воду лить на пол, по ней ходить, по ней топтаться. Но брызгать ее на углы, допустим, или вот опять же говорю о прямых углах вот этих вот, которые в доме, обязательно нужно. То есть не топтаться по ней и не мыть полы святой водой. Просто брызгать. А, кстати, в церкви очень советуют каждый день буквально стаканами святую воду применять. Еще протирают. Да, вот, да. Можно поверхность. А если принимать вовнутрь, то она очень сильно балансирует вот жидкость в нашем организме, выстраивая, в общем-то, формулу воды, ну, и кристаллы воды в такое гармоническое, более здоровое состояние. Ну, вот смотрите, чтобы вот все-таки очистить пространство, вернемся к нашей замечательной траве, которая уже тут насорила полный стол. Это шалфей. Вот сушеный шалфей выглядит так. Это не тот шалфей, который продают в аптеке, похожий на маленькие веточки. Это вот такая вот трава шалфей, она имеет синий цвет. Ну, полевая. Полевая, конечно, полевая. Ну, можно ее выращивать у себя где-то на участке, если есть такая возможность. Или в горшочках, на огне. Или на подоконнике. Вы можете взять пучок этой травы, отломить, неважно, там, от соцветия или от стебелька, раскрошить, поджечь, и вот, чтобы вот этот дымок распространялся по всему дому. Вообще, дома очистятся с порога, мы идем против часовой стрелки и обходим все-все-все-все-все вот так вот углы. Да, если это двухэтажный дом, то все равно вот так вот, как за вихрением по этажам мы ходим. Ну, как идет, так и сразу. Да, травка еще адраспанная, ее, наверное, все знают, да, такой неприятный запах имеет, который везде в общественных местах. Впитывается во все, в одежду, в ковры, в мебель. Какой признак, в первую очередь, что в доме нечистая энергия? Ну, во-первых, самое тяжелое такое, это полтергейст, который там происходит, где-то стук, где-то что-то, где-то вот что-то упало, где-то звякнул, где-то выключатель щелкнул, вроде и не должно быть, да. Какие-то, может быть, шаги или шорохи, это первое. Потом можно видеть, знаете, таким боковым зрением, вот что-то промелькнуло, что-то прошло, это может быть и белого, и темного цвета. Разум нам подсказывает, да это мышка, да это там крыса, да это кошка. Но на самом деле, ну ладно, раз мышка, два мышка, потом начинают более настойчиво вот эти вот знаки. То есть мы не реагируем, ага, можно дальше. На самом деле, не какая-то не мышка, это вот именно вот эти вот сгустки негатива, которые вот мелькают, кажется нам, что это промелькнуло. То есть генеральная уборка, чистка и все устанавливается. Да, 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 и все это пройдет, ничего не будет. Но вот если мы вот подожгли, очистили все, как мы посчитали нужным, прочие часов стрелки, все, а с остатком что делать, его куда выбрасывать, кто-то говорит в воду, кто-то... Нет, нет, не надо заморачиваться, не надо никуда выбрасывать, ставьте на следующий раз, пусть стоит он у вас, то есть шалфея в траве. Галина, я слышала, что есть такой метод очистки, вот Айлита говорит, что у кого аллергики на траву, да, на эту, может быть, солью, да, ставить мисочки с солью в углы, она тоже может собирать аллергия? Мисочки с солью в углы, это хорошо, но еще нужно... Открытие, широкие. Да, еще можно ставить их под кроватью обязательно, под кроватью, там где голова, под голову. И еще такой момент, почему у нас может быть иногда бессонница или там кошмары снятся или еще что-то, все очень элементарно, вот как я говорила про уборку, залезьте под кровать и вытрите пыль, просто вытрите пыль и будет все гораздо проще и легче спать. Под кровать нельзя складывать никакие вещи, то есть иногда, если не хватает места, мы стараемся что-то под кровать поставить, как бы и не видно, и вроде бы как-то порядок. Лучше не ставить в спальне, не нужно ставить никакие запчасти от машин, все, что не касается сна, не должно быть в спальне. Также это касается телевизора. Телевизора в спальне быть не должно. Компьютеры, естественно, тоже. Сейчас такие кровати, что открывает ящик и лишние там зимние одеяла, оно же все чисто и принадлежность к этому. Да, оно принадлежит ко сну, то есть это... Не мешает. Нет, не мешает. Что можно еще ставить в спальню, да? Это какие-то милые предметы, статуэтки. А цветы? Цветы, пожалуйста, можно. Можно ставить цветы даже искусственные, если они хорошего такого качества. Чистка себя. Что мы делаем? Если вы пообщались с каким-то, даже домашним, с кем-то из домашних людей, которые, ну, был тяжелый разговор, или вот как мы говорили о выпивающих людях, таких крепковыпивающих. Первое, что можно сделать, это поставить чашку с водой, наполнить водой, засыпать туда соли, ну, примерно на 10 литров килограмм соли. Примерно так. Напротив себя, рядом, недалеко, примерно метр от себя, поставить свечу, чтобы она у вас оказалась на уровне глаз обязательно. То есть если это стол и не хватает до уровня глаз, значит подставьте что-то, чтобы свеча была на уровне глаз. Опускаем туда ноги, делаем водичку теплую, комфортную, потому что сидеть так нужно целый час, чтобы вода не остыла. Если уж она остыла и вам некомфортно, можно подлить горяченькой воды, приготовить сразу себе. Естественно, целый час на свечу смотреть не можем, но нам нужно все время возвращать свое внимание к этой свече и смотреть на нее. Думать о чем-то плохом, от чего вы хотите избавиться и смотреть на свечу. То есть происходит такая вот чистка. А свеча какая должна быть? Свеча белая, здесь черные свечи не пойдут, парафиновая, потому что восковая свеча час гореть не будет, они горят очень быстро. Лучше парафиновую, здесь не обязательно заморачиваться как-то. Главное, что нам главное не свеча, а огонек, вот этот вот язычок пламени. Так, это первое. Еще что можно сделать. Вообще неплохо бы дома иметь такую чашечку с землей. Не та земля, не та чашечка, в которой мы цветы сажаем, вроде бы как есть у всех, у многих, а именно чашка, приспособленная для того, чтобы мы могли опустить в нее ладони рук. Обязательно. Это вот, знаете, просто в каждом доме должно быть. Можно вместо земли использовать песок или соль, на крайнем случае. Опускаем ладони в эту чашку, в эту землю, соль или песочек, да, чтобы у нас закрывало до запястья. Вот так вот. То есть выбрать. Опускаем. Да, опускаем. Прямо закапываем туда руки. И можно вот не просто сидеть, да, там какое-то время не двигаясь и что-то там медитируя. Нет, можете просто поиграть с этой землей, вот так вот ее между пальцами перебирать. Почему говорят, что когда замешиваешь тесто, обязательно нужно быть в хорошем настроении. То есть это вот соединение вот этих вот стихий, воздуха, воды, земли, как вот мука, да, или соль. И то, что вы вложите, да, вот в это тесто, то вы в конце и получите. Поэтому тесто это то, ну, практически та же земля, да, та же субстанция. Поэтому, когда мы кушаем в гостях или в ресторане, наверное, нужно про себя молча попросить Всевышнего благословить еду и питье, которое он послал. И он это вот очищает от негативных энергий. Да. Сейчас мы будем чувствовать, что лежит в коробочке. И опять был Карим Каримов первый. Здесь не нужно там особо, знаете, рассматривать цвет или принадлежность. Нам нужно понять структуру, из чего сделан предмет. Какая у него материя, то есть что это, что это. Это может быть камень, это может быть что-то мягкое, это может быть что-то липкое, это может быть что-то скользкое, это может быть что-то холодное, теплое. То есть мы сейчас пробуем предмет на ощупь. только на ощупь указательный пальчик это у нас как получает информацию средний пальчик он у нас ее запоминает поэтому здесь можно использовать обе руки представляем что у нас из пальчиков рук выходит такой знаете как бы продолжение да для которого нет вот этой преграды которая проникает сквозь коробочку и прикасается к предмету я уже представляю что это ну давайте какая-то чашка чашка то есть смотрите это не просто чашка из чего сделан предмет чашка может стеклянная фарфоровая просто керамическая такая из грубой керамики стеклянная пластиковая чашка что не пластиковая она где-то может стеклянная на ощупь какое гладкое шершавое стекло мне кажется стеклянное бокал какой-то хорошо мэйби так а у кого еще есть варианты сюда знаете не обязательно прям подходить вот у элиты есть вариант в чем дерево мне кажется то есть структура дерева вы ее трогаете сейчас структура дерево кажется чашка гладкая холодная то наверно гладкая холодная гладкая холодная хорошо кто еще хочет сказать мне кажется это как пластмасса и кнопки что-то можно продавить то есть она может пластмассовой телефон вот мне нравится то что вы отошли вот от мнения всех да не ведетесь на поводу общества да у нашего а что-то вот у вас свое это уже очень хорошо то есть вас сбить с толку кристину трудно да что-то с безобразными углами какие-то вот ну то есть не структуральная какая-то не целостная а что-то вот такое разборчивое хорошо и то что стеклянная мне кажется то что это действительно там что-то стеклянное присутствует стеклянная но шершавая что ли вы говорите или или нет ровной углубление все поняла а мне вот ощущение что там салатница знаете что-то вроде к салатнице или конфетница то есть ну вот такое оно прям не даже шершавая с узорами выбитая то есть такая тяжелая прям мне кажется это какое-то огромное большое массивное украшение женское когда присутствует и металл и углы и стекло доставайте нам предмет нам нужно было только структура предмета неровности кто увидел неровности поднимите сервис камень камень я когда вот только началось все у меня этот камень он все вот эти наши прохождения камень 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 и сейчас я решила отойти от этого подальше слушайте себя прислушайтесь какая бы бредовая версия бы вот не звучало впервые да ее нужно озвучивать ее нужно озвучивать кто сказал неровности вот тоже были правы какая-то шершавость какое-то вот что то я почему-то кусок дерева шершавого такой вот кусочек только дерево шершавость нам нужно сейчас прощупать предмет не угадывать что это не понимать что это а просто трогать его следующий предмет не обязательно нам его принадлежность это было на прошлом занятии мы просто смотрим структуру предмета из чего какой он твердый и мягкий шершавый и гладкий холодный теплый можете даже вот прям знаете попробовать проникнуть структуру этого предмета прям стать вот его частью его молекулы прямо настолько глубоко нам нужно проникнуть в этот предмет мысленно пальчиками ходим сквозь гладко идет прозрачный что мысленно возьмите в руки предмет покрутите его тяжелая легкая тяжелая не тяжелая так дальше по пустую полу пустую вот как доньки типа вот углы края углы а края углы углы какие острые если потрогать ну кажется да острый то есть подытожим пустой какой-то полый предмет легкий легкий полупрозрачный полупрозрачный еще кто хочет сказать какая-то вообще ткань такая мягкая ну ткань мягкая очень теплая хорошо а мне кажется там лежит зажигалка еще какие-то же ощущение сразу мягкая мягкая прям без форме на и хорошо еще кто вообще пришел круглый предмет то есть это что-то наподобие либо шарообразный такой предмет круглый и он как будто либо полы внутри вот знаете как хрустальные шары же по фэншу продаются для алтарей да допустим либо просто вот мячик такой резина не резина тоже то есть его можно прогнуть да он как будто бы знаете вот когда для пальцев же есть тренажер и либо теннисный большой теннис как бы вот что-то вот вот из этого вот так моя логика из всех ответов могу всех раз слышать полый пустой почти прозрачный гнущийся пластиковый стакан все равно надо к чему-то прицепить мне кажется там что-то ложка или вилка что-то такое что есть имеет какую-то прям форму но твердая и не тяжелая не тяжелая или тяжелая средняя ложка или вилка левтина пожалуйста ну первое ощущение у меня было легкости то есть этот предмет легкий про форму не могу сказать что что-то конкретно но там есть и форма и в то же время есть какие-то вот как неровности что-то такое что-то светлое цвет можете сказать свет потому что пришло какое-то прям свет светлое может быть действительно прозрачный как говорится архиш да но полупрозрачный свет 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 светлый пришел света хорошо достаем предмет суть по выражению лица поле полупрозрачная ну молодцы молодцы я убила меня я увидела круглую на самом деле такое ощущение что все угадали по почему каждого сжимать можно да 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 что можно сумма вроде бы и полуполая очень хорошо получается то есть вы видите что все возможно я сейчас добиваюсь от вас того чтобы вы поняли что вы можете это самое главное вы все можете пусть это не сразу пусть это не быстро и не все и не во всех ста процентах но это доступно всем после этого занятия у вас будет такое ощущение как будто бы вы бегали стометровку или решали логические задачки да это очень большой выброс энергии поэтому после сегодняшней передачи желательно не делать какой-то тяжелой работы умственной в том числе не желательно смотреть какие-то фильмы такие знаете тяжелые фильмы криминальные или ужасы или которые требуют большого эмоционального переживания желательно не общаться с большим кругом людей потому что все таки вам нужно немножко восполнить свою энергию тем упражнением которые мы с вами проходили смотрим предмет трогаем ощущаем его пальчиками тактильные ощущения только их вот у меня либо это брелок либо ключи у меня такое ощущение что у этого предмета есть форма то есть четко какая-то форма вот что там мне так кажется цвета темный то есть темно-зеленые какие-то такие присутствуют и даже возможно что-то отблескивает когда свет падает она преломляет свет ломляет свет на то есть у меня это какая-то полукруглая игрушка игрушка все-таки опять мы на предметы да вернулись в предметы не гладкая непрозрачная не мягкая пластмассовая у меня ощущение твердости но она завернута завернута как в бумагу бумага или что целлофанчик ну в общем завернутый твердый предмет в упаковке какой-то да что-то завернута что-то в чем-то да вот типа конфеты что ли вот такое поняла очень понравился ответ мне кристины вот не знаю из всех ответов кристины и алифтины очень понравилось это соль то есть что-то в чем-то да на самом деле молодцы потому что за задание насколько кажется простым настолько оно сложное что такое талисман что такое амулет чем они отличаются талисман мы делаем на что-то то есть на какое то движение на какой-то прорыв вперед возможно на на удачу то есть это подразумевает какое-то действие да то есть на какое-то действие мы делаем амулет мы делаем просто как оберег То есть который мы носим с собой И нам он просто как-то придает силу, уверенность в себе То есть это не на действие, это на наше состояние То есть амулет, он имеет защитное свойство Да, это больше как защитное свойство Какое-то вот придание уверенности А талисман как оружие? Скорее как залог, как проводник для чего-то При помощи чего-то, как инструмент скорее все-таки Не как оружие, а как инструмент Из чего делать талисманы нужно? И как правильно делать? Из чего делать? Для талисмана подойдет больше какой-то натуральный предмет То есть это либо металл, либо дерево, либо кожа Либо какая-то керамика или кусочек стекла Либо ткань То есть то, что связано с какой-то природной структурой Не с какими-то химическими соединениями или еще что-то Пусть этот талисман сделан, например, как украшение Но все равно там есть частичка металла, камня Что-то вот такого Говорят, что вот талисман и амулет отличаются еще тем, что амулет нельзя давать прикасаться кому-то Когда ты его делаешь, то есть этот инструмент должен быть только твоим То есть и никому посторонней энергии нельзя Не примешивались Да, то есть эти вот амулет именно его нужно носить так, чтобы его никто не видел А талисман, он наоборот Чем больше людей видит, тем больше к нему прикасаются, тем больше энергии вкладывается в его значение Да, которое там движение На самом деле не совсем так Все равно чужая энергия, она нежелательна для любого вашего личного предмета Если вы делаете, не то что делаете, а просто одеваете что-то яркое, чтобы отвлечь внимание Ради бога, пожалуйста, пусть там трогают, смотрят, но это не будет являться каким-то талисманом или амулетом Здесь более глубокий смысл А вот то, что от сглаза? От сглаза, пожалуйста, вы можете просто надеть какую-то яркую вещь или украшение То есть все-таки талисман Это разные вещи Потому что изготавливая амулет или талисман, мы вкладываем какую-то свою цель Мы вкладываем частичку себя, мы делаем работу, мы его делаем не один день, мы делаем его несколько дней Вкладывая туда свой какой-то смысл, понимаете, что-то свое И когда человек берет, неизвестно с какими мыслями он прикасается и что он там думает про себя, непонятно То есть частота этого талисмана или амулета теряется Обязательно нужно соблюдать все временные рамки То есть талисман на береге, на что-то, если ты делаешь, ты должен соблюдать время определенное, когда это возможно сделать Когда это сопутствует металлу, допустим, тем же планетам и так далее Вот по астрологии, допустим, да, там вот это все, оно разъясняется тем, что металл соответствует какой-то звезде, какой-то планете Или какому-то там существу, да В какое время можно брать, когда сопутствуют благоприятные дни для того или иного предмета, правильно ли? Это правильно, но я немножечко вам упрощу задачу Не каждый знает планеты, не каждый знает свойства металлов Если уж совсем быть таким, знаете, честным, то это нужно садиться, все это изучать Все это... А это уже называется алхимия Да, поэтому единственное, что вам нужно делать Я вам сейчас расскажу вот по поводу талисманов, да Все-таки там какую-то работу нужно будет провести в плане получения информации Где-то все-таки нужно будет залезть, посмотреть Потому что смотрите, можно взять готовый какой-то предмет, как украшение, но его немножко доработать То есть на одной стороне, на первой стороне, вот лицевой Мы рисуем символ того, для чего мы делаем талисман Для чего? Если это талисман для любви Значит мы ищем какое-то обозначение любви Это может быть планета Венера, например Планета Венера Кто-то что-то где-то о ней слышал, где-то что-то он ее видел Как-то вот ее рисует в форме женщины там Вот, обязательно нужно найти информацию про эту Венеру Кто она, что она, что она делала, что она могла, что она не могла То есть мы должны установить с этим символом симпатическую связь, что называется Вторая сторона Откуда будет черпаться сила для этого талисмана? То есть кто отвечает за то, чтобы этот талисман постоянно наполнялся энергией Опять же, какое-то это божество или какое-то это обозначение стихии Вот кто? Кто дает нам энергию для этого талисмана? Потому что из ничего сделать талисман, наполнить его просто своей какой-то энергией Это немножко про другое Талисман должен подзаряживаться постоянно автоматически от того какого-то божества Или обозначения источника энергии Который должен именно в этом направлении, в этой теме нам помогать Я иногда прибегаю к рунам Отлично, вот у меня здесь только хотела допомнить Рунические символы, пожалуйста Можете, если вы руны не знаете, можете про эти руны узнать, почитать То есть не нужно их бояться, как и в картах Тару, нет ничего страшного Но сначала, значит, связь устанавливаем с этим божеством, связь симпатическую Чтобы мы с ними были знакомы Незнакомые люди помогают друг другу редко, помогают знакомые Дальше идем Значит, вы уже определили для чего талисман, кто будет его подпитывать Нашли эту вещь, замечательно, готовы ее, талисман, это делать И готовы уже эту вещь как бы заряжать Для начала, вот вы сели, да, все вы это продумали Для начала вещь нужно очистить Это может быть ароматическая палочка Не может быть, а и ароматическая палочка, и вода И можно подержать его в соли То есть это как энергия земли Вода проточная или положить в чашечку со святой водой? Можно в чашечку со святой водой И обязательно это должен быть огонек свечи Ну или что у нас под рукой есть, зажигалка Талисман очистили Все, с этих пор мы талисман в руки никому не даем Не даем Если для кого-то, то вы должны понимать Для чего этот человек делает, допустим, просто хочет денег А для чего тебе вообще деньги нужны? Для чего? Для каких целей? И вот эту цель мы прописываем на первой стороне талисмана То есть деньги же всегда нужны для чего-то Или просто, чтобы их сохранять Ну, нарисуйте там значок какого-нибудь банка или еще что-то такое Не рисовать фломастером на нем или карандашом Это должен быть обязательно либо нож, либо какой-то острый предмет начертить Острый предмет, это у нас стихия воздуха И перед тем, как мы делаем талисман, мы тоже очищаемся сами Как минимум принимаем какой-то душ Или с аромомаслами, или с ароматической палочкой Вот это целый такой ритуал Это не просто такой, сделаю талисман, все, пошел Нет, это целый ритуал Так, сделали мы талисман, приняли душ, все начертили, очистили Все, 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 все готово, все, дальше что делать? Желательно, чтобы этот талисман, ну, хотя бы никто не брал в руки Если уж вы сделали это на украшение и носите это в таком вот открытом виде То не допускайте, чтобы этот талисман брали в руки Или так вот, можно посмотреть, нет, посмотреть нельзя Вообще, в идеале, лучше про него никому не говорить Вообще никому не говорить Ни близким, ни подружкам, ни знакомым Если вы кому-то делаете талисман, пожалуйста, делайте Вручайте и говорите, никому про него не говори Талисман мы сделали самозаряжающимся Мы его носим до тех пор, пока у нас не сбылось наше желание Для чего мы это делали? Потом, вроде как и не нужно, можно сделать на что-то другое Все у нас получилось и так далее Этот талисман потом нужно уничтожать или выбрасывать? Да, я точно знаю, нельзя, потому что там твоя энергия То есть ты выбросишь убийство со своей частью Но его же нужно как-то уничтожить Утилизировать? Да, либо зарисовать или как, или что Вот эти символы, которые мы нанесли Зарисовать или, что называется, зачеркнуть Вот это не нужно Опять лишние линии Это может получиться некая путаница То есть вы ножом там вот что-то сделали Или чем-то острым предметом Им же снова сверху ничего рисовать не нужно Мне кажется, то, что будет удобнее Если хочешь, допустим, избавиться от талисмана От какого-то Можешь его просто в какой-нибудь мешочек завернуть И закопать просто Это будет, по-моему, легче, да? Закопать не обязательно Можно просто выкинуть воду в текущую речку Или в какой-то пруд или еще что-то То есть там, где даже если его найдут То ничего страшного Можно просто, если предмет жалко выбрасывать Просто закрасьте его какой-нибудь краской Все равно для того, чтобы сделать талисман Который действительно будет работать Это не так просто на самом деле То есть должна быть практика Бывают талисманы, которые вредят Я к этому То есть к тому, что если мы сейчас начнем практиковать И что-то делать, да? Естественно, каждый из нас будет чувствовать то, что Где-то зазор неправильный, да? И чтобы как бы себя обезопасить, да? Что с этим сделать, чтобы потом он не работал Потому что если мы вкладываем туда энергию И он начинает работать Значит, его действия просто так не выбросишь Опять же Либо мы его в речку В пруд В озеро В море Куда угодно выбрасываем Да, выбрасываем И вот эту симпатическую связь прерываем Все Мы с тобой не общаемся Когда вы хотите, чтобы талисман прекратил работать Опять же Вот по этой вашей связи с этим божеством Или с этим С этой энергией Просто Нужно произнести Над талисманом Вот держа его в руках Или как-то, да? Ну не нравится вам его работа Как все это происходит Сказать спасибо большое, что ты откликнулся Что ты помог Что ты был со мной Что ты провел свою какую-то определенную работу Я больше в этой работе не нуждаюсь Большое спасибо Все То есть прервали связь Красиво расстались Можно так сказать Да? Вот И обязательно нужно вот этот символ божества То есть его как-то закрасить Замазать Ну не знаю Заклеить Ну как угодно Да? То есть Но ножом ни в коем случае Ни в коем случае Талисманы на прибыль На На любовь На деньги На бизнес На какую-то покупку крупную Делаются обязательно на растущую луну Это вот во времен Про временные рамки О которых мы говорили Делается на растущую луну Если это избавление от болезни То на убывающую Конечно же Говорят, да, что вот обручальные кольца Тоже талисман Тоже нельзя давать Мерить И так далее Как вот усилить Обручальные кольца Можно ли это сделать? Действия обручальных колец Да Опять же У обручального кольца В любом случае Есть лицевая И внутренняя сторона На лицевой стороне Пишем Для чего мы это делаем Для любви Сердечко можете Там где-то вот как-то вот Не обязательно Чтобы оно было безупречным Вот сердечком Главное, чтобы заложить в него смысл Вы можете даже это заказать у гравера Не обязательно корябать это кольцо самим Закажите у гравера Ему все равно, что там писать И что там чертить Вот Но вы уже вложите в этот другой смысл Обязательно Когда оно побывает у гравера Она, естественно, наберется вот этих энергий Но также очистите его еще раз и все И потом снова вот эту чистую вещь По тем же его следам Повторите Повторите просто ножом Или иголочкой Или еще что-то То есть вот Тоже можно Так, как вариант Вот талисман на успех Ну что? Ну вот успех Для чего вам успех нужен? Опять же Смотрим За успех У нас кто отвечает? Фортуна Божество фортуны Как оно обозначается Как оно раньше обозначалось Да, да То есть смотрим 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 Вот это все Теперь Я вам расскажу Про страшное заклинание Значит Заклинание используется Только тогда Когда нужно избавиться от заболевания От заболевания Заклинание пишите Абра-кадабра Все вместе Слово пишется вместе Абра-кадабра На самом деле Оно не просто так придумано Как ниоткуда Это слово Очень небольшие корни имеет Вот смотрите Заболевание Да Пишите значит Это слово И Представляете Своё заболевание Или думаете о нём Написали на листочке Сегодня написали полностью Абра-кадабра Завтра Пишите то же самое слово Но убирайте Одну букву От конца слова Это именно пишем А мы пишем на одном листочке Всё время Всё на одном листочке Берём длинный листочек И каждый день Пишем это слово Но убираем букву с конца Абра-кадабр Абра-кадабр И по буковке убираем И когда у нас остаётся одна буква То можете считать Что вы выздоровели А время суток Галина имеет значение? Нет Время суток Не имеет значения А обязательно одна буква должна остаться? Или её тоже нужно убрать? Осталась там у вас одна буква А На следующий день вам писать нечего Всё, листочек сжигаем Ждём следующий день То есть всё, буквы нет дальше Листочек сжигаем А вот смотрите, получается В любом случае есть цикличность 10 дней Ну, грубо говоря, 9-10 21 день Вот получается, что если, допустим, заболевание тяжёлое То его можно повторить несколько раз И эта цикличность будет такая, какая нужна Конечно, конечно Абра-кадабра, слово волшебное Если, допустим, звучит проклятие Вот кто-то там вслед говорит Ну, мало ли что Первая реакция, что можно сделать, чтобы быстро нейтрализовать? На самом деле, если вы знаете, что вот идёте И точно вам вслед Да-да-да-да, вот просвучало Прямо просвучало, например Вот вы пока это произносили Мне показывают Поверни меч остриём туда Остриём Вот меч, огромный меч Вот представьте, что он у вас в руках Надо было повернуться Да, и вы слышите, что вам говорят Берёшь меч, поворачиваешь, и всё на этом И оно, знаете, как бы рассекается вот этим мечом Вот на две части Откуда я это знаю? Ну, это твои кураторы говорят Видимо, да Получилась ситуация Я иду по улочке в Гену И там сидят такие колоритные очень там народ И сидит африканка, такая шикарная А я понимаю, что она английский не знает Я хотела её сфотографировать И потом встала, взяла сфотографирую Щёлкнула, слышно было Она подняла голову, когда я уже прохожу И она подняла голову А у них в народности запрещено фотографировать И она мне, в общем, сказала, что она думает по этому поводу Видимо, что-то, ну, в общем, мне перевели И у меня через час украли портмонет Ну, слава богу, так оделась Да, то есть, ну, я перед этим заходила в церковь То есть, уже как-то я подзавидела Нейтрализовать немножко Но я к тому, что я уже поняла, что это произошло И в этот момент я вот думаю, что можно было сделать То есть, надо было повернуться к ней, там, извиниться, да Вот этим остриё, да, вот надо было А я просто постеснялась говорить Не обязательно повернуться Может быть, у вас нет такой возможности Если вы за рулём, например, едете Вы же не будете там машину разворачивать или разворачиваться Просто представьте, что меч позади вас Вот так вот остриём рассекает вот эти слова Я это чувствую очень сильно, да Но я не чувствую там проклятие или что А вот зависть, да Или там вот такие комплименты острые У меня сразу складываются две дули И вот такая огромная улыбка на лице Вот работает конкретно И говорю, вот за рулём водитель И всё начинает там ругаться или что-то Я говорю, никогда не ругайся Просто покажи долю, и тебе не во вред, и ему не на вред А по поводу зависти Вот если зависть Зависть – это мёд Зависть – это вот льётся, что называется, с уст Какая-то лесть, зависть, да Вот такой вот Ой, ты такая вот хорошо выглядишь На самом деле человек завидует, да Если вы вот стоите и разговариваете И чувствуете, что вот это не от чистого сердца идёт А просто вот какая-то зависть с лестью, да Вы просто залейте мысль на этого человека Патокой, мёдом Чтобы вот это вот всё залипло на нём, понимаете А вот эти дули действуют? Дули действуют Ну мне так бабушки И сказали, только твоя улыбка, только твой смех Всё победит Можете в кармане эти фиги скрутить и ходить, пожалуйста Можно вопрос по поводу заклинания Это только на себя делается? Или же ты можешь, ну вот, своих близких Абсолютно, абсолютно, на любого А как? То есть это ты просто проговариваешь имя? Да, вот смотрите, если кто-то из близких болеет Мы сейчас для чего учимся ясночувствованию, да Вот это вот ясночувствие То есть мы должны эту болезнь понять, её прочувствовать должны Что человеку больно, что человеку плохо, да Не тянуть её на себя, не забирать её себе А понять, что и как происходит То есть здесь тоже установить такую симпатическую связь Против чего мы боремся? Мы же не боремся против там непонятно чего ветра, да А с конкретным врагом Мы его увидели, узнали в лицо Вы когда начнёте представлять кашель Вы будете кашлять, у вас будет кашель Вы можете почувствовать приступ астмы Вы можете почувствовать болезнь, какую-то язвенную болезнь Причём у вас её никогда не было, да У вас может заболеть горло, может заболеть голова Всё что угодно, да Вы её прочувствовали Пишите, значит, вот это вот заклинание Не надо писать имена кому, там от кого Или ещё просто заклинание вот это и всё И работаете от имени этого человека Спасибо, мы на этом завершаем Пробую сегодняшний урок Я уверена, что мы встретимся через неделю Полный сил, вдохновение от обретённого опыта Очень много мы получили упражнений Практических навыков Работа с талисманом, работа на исцеление То есть наш учитель Галина Щербакова Казалась очень многогранным человеком, интересным Галина, спасибо от души Мы с нетерпением ждём следующей встречи Способность воспринимать тонкие энергии Это, конечно же, милость Всевышнего К сожалению, современные люди, многие Не могут воспринимать тонкие планы бытия Они достаточно несчастливы Они верят в то, что со смертью физического тела Заканчивается и смерть их сознания И это настоящее проклятие Наверное, когда-то они совершили много грехов И поэтому таким образом Всевышний их очищает в этой жизни Но у нас с вами есть шанс Мы наделены милостью Всевышнего Именно поэтому мы можем безопасно научиться Воспринимать действительную природу человеческого существа Помогать себе и окружающим А ведь это и составляет смысл жизни человека Познавать и менять себя И тем самым менять окружающий мир к лучшему Просто нытьём, жалобами А не изменить окружающих людей и ситуацию в целом и в частности Через негативные мысли и эмоции Мы только лишь возводим руины собственного рая То есть мы возводим ад в своей душе Делаем себя несчастливыми Но созидая и понимая, зная Что человек — это не только тело А бессмертное, творящее, божественное Изначально чистая душа Мы можем вернуться к настоящему чистому истоку К Богу в самих себе Будьте вдохновенными жизнью И оставайтесь с нами Спасибо Редактор субтитров А.Семкин